Здравствуйте, друзья! В этом коротком видео я расскажу, как правильно сформировать листовой аппарат растений томатов. При неправильном формировании листового аппарата растений мы существенно можем не добрать в урожайности. Итак, как же происходит распределение питания в растениях? Ну, во-первых, два источника питания. Это из земли, то есть питание, которое берет корневая система и с водным раствором разносит по растению. По стеблю питание поднимается вверх и разносится уже затем по листьям. В плоды это питание на начальном этапе не идет. Сначала оно использоваться будет для развития самих листьев, для развития стебля. Затем уже, когда лист хорошо разовьется, будет происходить отток. Но это немножко дальше. И второй источник питания – это продукты, накопленные в результате фотосинтеза. Аминокислоты, белки и углеводы. Самое большое количество этих веществ – это углеводы. Самое меньшее, порядка 4%, накапливается белков. Тоже происходит развитие листьев. И во вторую очередь, только лишь происходит отток этого питания на развитие побегов и продуктивных органов. То есть на развитие кистей. Итак, друзья, смотрите. Накопилось питание. Затем происходит отток. Но как он происходит? Вот эта кисть, это первая кисть на нашем растении, она будет питаться только лишь из тех листьев получать питание, которые находятся выше этой кисти. Поэтому ни в коем случае листья выше кисти нельзя обрывать, если эта кисть еще не наполнилась и не стала по размеру соответствовать сортовым особенностям растения, которые мы выращиваем. Вот как в нашем случае, это сорт зульфия. Здесь плоды должны быть намного крупнее. Если мы сейчас обломим листы над этой кистью, то развитие кисти укропнения остановится. Но зато произойдет более раннее покраснение вот этой кисти. Растение быстрее заставит его созревать. Поэтому здесь надо смотреть, что вам нужно. Если уже достаточный размер и вы хотите пораньше получить продукцию, то в принципе можно удалить 2-3 листа. Но обычно на высокоростных томатах между кистями находится до 3 листьев. И обратите внимание, как они расположены. Они расположены по спирали, относительно стебля. Вот смотрит лист сюда, нижний смотрит сюда и третий вообще в другую сторону. Почему так происходит? Это все устроила природа для того, чтобы в течение дня каждый лист мог получать достаточное количество солнечной энергии. Солнце движется по горизонту и каждый лист в какое-то время дня освещается последовательно. То есть каждый лист развивается нормально и одинаково, практически одинаково накапливает вещества, получаемые в результате фотосинтеза. Ну, это природное явление. Слава Богу, природа нам помогает в этом вопросе. Итак, если плоды еще не налились до определенного размера, то ни в коем случае листья над ними не обрываем. Если же уже налились и вы хотите более раннего покраснения, то листья можно в принципе поудалять, которые находятся над вот этой кистью. Над следующей тоже самое происходит. Эта кисть будет питаться из трех листьев, расположенных выше вот этой кисти. Поэтому, если мы сейчас удалим, то цветы опадут и вот эти маленькие яблочки, они просто уже не укрупнятся. Что касается нижних листьев, которые расположены до первой кисти, тут принцип тот же. Корень не только отдает питание, но также он и получает часть веществ, которые ему необходимы, из листового аппарата. Это продукты фотосинтеза, которые корень не может самостоятельно вырабатывать, потому что он не имеет доступа к солнечному свету. И часть вот этих веществ, образованных листьями в результате фотосинтеза, корень получает из нижних листьев, которые расположены под первой кистью. Можно из вот этих пяти листьев, в основном до пяти листьев находится между первой кистью и корневой шейкой. Вот два-три листа можно удалить, но пару листьев я бы все равно советовал оставлять. Тогда корень будет развиваться более хорошо. И можно все обломить, конечно, улучшится вентиляция в прикорневой зоне, как следствие будет посуше. Не так интенсивно сможет поражаться листовой аппарат фитофторы, потому что ниже всегда немножко сыре. Но верхние листья, вот в таком развитии, когда растение порядка метра, мы еще вообще не трогаем. Продукты фотосинтеза сейчас растению, именно плодам очень сильно нужны. И вот эти листья будут нам помогать увеличивать наш урожай. Существует еще такой агроприем, как удаление всех листьев, оставление трех-четырех самых верхушечных. Но это в том случае, друзья, и применительно в основном к сортам типа черри, когда все кисти практически одновременно налились, тогда удаляются все листья, кроме трех-четырех, как я сказал, и происходит равномерное созревание всех плодов. Но в нашем случае такой способ пока не подходит. Мы будем собирать последовательно, потому что наполняются плоды последовательно. Ну, не подойдет нам все это обрезать, иначе мы просто урожая не увидим. И малая облиственность тоже самое существенно снижает урожай. Ну, а почему, я думаю, вы уже поняли из того, что я сказал немножко раньше. На этом свое видео закончу. Надеюсь, для вас оно было полезным. Если это действительно так, ставьте лайк. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.